В общем, всем здрасте! Сегодня у нас то ли последняя, то ли предпоследняя лекция нашего цикла. Причем, ну, она формально предпоследняя, но это зависит от того, смогу ли я что-нибудь подготовить через неделю. Потому что уже сегодня у меня не то чтобы фантазия кончилась, а я кидался из крайности в крайность. Мне все время казалось, что я могу по-быстрому рассказать о чем-то важном. Но нет, у нас осталось всего 2 или, может быть, 4 часа в этом семестре. Поэтому я буду говорить о всяком, о чем помню. Вот видите, у меня тут отмечено слово subprocess. Буду говорить о всяком, о чем помню, и вот этой мелочью, может быть, забью, как бы, возможно, полезной мелочью набью вот эти ближайшие два часа, в смысле одну пару. Вот. Общая идея того, что собирался рассказать сегодня, это как работать с процессами и вообще с операционной системой. Потому что, ну, эта штука в питоне делалась по возможности кроссплатформенной. То есть мы можем писать программы, которые будут работать и в Винде, и в Макосе, и в Линуксе, и там, не знаю, в каких-то других операционных системах, в разных окружениях, ну и так далее. Да, собственно, питон для этого и предназначался. Именно поэтому он используется, например, как язык скриптовой склейки, когда вообще непонятно с сервисами, на каких платформах мы будем иметь дело. Вот. Значит, прежде чем перейти ко всем вот этим subprocess и прочей ерунде, я, наверное, наверное, мы заглянем одним глазом в модуль OS. Я, правда, делал его обзор уже, по-моему, где-то, где-то, значит, в прошлом семестре. Но мы сегодня туда заглянем из соображений, из соображений, собственно, чего нам нужно понадобиться, когда мы из операционной системы что-то такое запускаем, например, отдельные процессы или из операционной системы хотим, скажем так, хотим написать условно-кроссплатформенную программу, которая в рамках операционной системы работает, скажем, в разных операционных систем все равно работает. Ну вот это вот все. Вот. Значит, первое, с чего надо начать и тут же этим закончить, это, конечно, OSPUB. OSPUB это более или менее кроссплатформенная поддержка работы с путями с полными именами файлов, вот. Которая, в общем-то, сделана ГВИДА на базе, конечно, позиксовкой модели, да, то линуксовой, условно говоря, но именно из расчета, что все это будет работать не только в линуксе, и оно работает не только в линуксе. Вот. Хотя вот тут, видите, есть ограничение, например, в линуксе-виндосе работает, ну, в юникс-подобных системах работает, а в макосе, похоже, нет. Странный мир. Вот. Значит, из этой всей ерунды нам, пожалуй, нужны, ну, скажем так, из этой всей очевидной ерунды нам, пожалуй, нужны немножко неочевидные ерунды. Сейчас мы попробуем ее ее извлечь. Что нам может быть нужно? Нам может быть нужны функции, которые... RealPub, видите, да? Нам может быть нужны функции, которые умеют работать с деревом файловой системы таким образом, что мы не замечаем, Windows это линукс или что-то еще, там, например, разделитель разный, ну и так дальше. Вот. То есть, смотрите, ну, например, да, вот я почему-то начал с RealPath, хотя на самом деле, конечно, нужно начинать с самых простейших функций. os.path.sep выдаст нам разделитель пути, который в винде у нас бэкслэш, в линуксе у нас слэш. Кстати сказать, в питоне можно всегда использовать слэш и не заморачиваться, это так к слову. Вот. А бывают еще какие-то другие в операционных системах, пока я уже давно не видел таких операционных систем, там, где разделитель пути это не слэш и не бэкслэш. Вот. Соответственно, если мы хотим соорудить какой-то путь, мы можем написать os.path.join и в качестве параметра передать последовательность из отдельных имен. Ну, давайте так. Чё? А, ну да. Чё-чё-чё-чё-чё? А, понятно. Не надо было скобочку написать. Вот. Да? Казалось бы, какая проблема? Ну, я написал dir1 плюс subdir плюс файл, ну, плюс слэш, плюс sardin, плюс слэш, плюс файл и получил всё, что нужно. Но, повторяю, у нас есть такая всякая штука, связанная с сугубой платформностью, которая... Да. Обратите внимание также на то, что это join, он только соединяет строки через разделители, он ничего не знает про реальные пути. Вот. В частности, этот путь, как мы видим, относительный, что, в общем, иногда тоже затрудняет работу, поэтому можно написать os. ну, давайте вот так сделаем, os. А, import os ещё я забыл, да? курдюр. Вот. Тоже обратите внимание, что курдюр считается точкой, как это... капитан очевидность, вы находитесь на воздушном шаре. вот. Поэтому, если мы хотим всё-таки понять, на какой... что это за точка такая, нам надо использовать какой-то конвертер. Вот такой... os.path, real.path, извините. Вот. Или вот такой, если я не ошибаюсь, так тоже можно. вот. real.path от apps.path отличается следующим. В линуксе вы можете насоздавать всяких симульных ссылок ужасных. Вот. Ну, например. вот у нас есть tmp. Давайте так сделаем. радиоразвлечение. ln-s.v.tmp. tt. Вот. И давайте перейдём... Не так. Давайте запустим питончик. import.os. import.os.path, наверное, так есть. os.path. Да. Смотрите. Выполним os.chdir, как мы сказали, src.tt, ну, или если мы хотим совсем уж совсем уж выпендриться, то вот так вот. os. курдир нам покажет вот такое. ну, как обычно. os.path.path. os.path. 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 ой. ой. что тебе не нравится. вот, то же самое. ну, можно, кстати, посмотреть, что там она думает про realpad, может быть это вообще одно это. какие то какие то значит эти самые какие какие то штуки вот ну и всякие интересные штуки типа экспон юзера смотрите да прекрасный наш по дюзер тильда слэш там и сердце вот который просто подставляет к домашних того пользу короче говоря некоторые некоторые удобные штуки которые мы привыкли использовать шелли да а в питоне нет вот они на самом деле вот еще полезная штука realpad которая которая нужна для того чтобы превращать абсолютный путь в относительный связано с как раз семестровыми проектами в которых у вас лежит лежат выносите с собой данные предположим вы притащили с собой данные ну не знаю картинки в каталоге images и куда же их положить случае если вы делаете питонный модуль а у меня практически написано в требованиях чтобы это было именно мод скорее всего они приедут вместе с модулем прямо в модуле будут жить в каталоге им внимание вопрос как вообще получить доступ мы кстати это делали на одной из лекций как вообще получить доступ к файлам которые лежат хрен знает где единственное значит единственное что этот хрен знает это что они лежат там же где ну скажем моды давайте попробуем это сделать относительно рилейки вот у нас есть какой-то модуль и в нем есть каталог да а в этом да в этом каталоге дата ну не знаю предположим предположим мы мы хотим чтобы при запуске нашего модуля этот файл открывался чем мы делаем нам нужно определить допустим импорт ос да ос поэтому давайте посмотрим кстати я сам забыл как это делается ос а или это сис импорт сис импорт сис сис точка модуль нет нет а а нет или просто не блин забыл сейчас вспомним забыл короче говоря нам нужно что нам нужно сис точка все забыл дать поищем гугле короче что нам нужно значит нам нужно определить как имя файла из которого сейчас мы запустили вот этот самый нет то есть путь к этому самому и нет да вот он ос или не ос я забыл сейчас посмотрим я думаю что что нибудь господи я тормоз просто файл так значит ос него сам файл да вот соответственно чем мы можем сделать дальше мы берем на вооружение ос пас и из этого файла делаем ос точка пас точка дерны тем самым мы получаем тем самым мы получаем полный путь к тому месту где лежит нас файл и теперь с джойнем ос точка пас точка джойн как мы сказали дата и еще что мы там сказали call text очень хорошо конечно все можно было тоже задать виде констант я в данном случае даже не так я скажу я бы сказал что у нас их 2 давайте у нас будет дата дир вот и дата файл вот мы и мы напишем что-то типа импорт а импорт у нас уже приехал что у нас там дата файл да это было словом python 3 дата файл not defined на мучу за импорт не понял вот я конечно могу и туда перенести все будет не страшно просто интересно почему он так сработал ну ладно вообще говоря нет самый нет происходит всегда давайте попробуем да за счет извините а тут сам собой заговорился я хочу сделать я хочу чтобы вот это дата файл к нам приехал только почему-то у меня в нити он прописан и не прописан а вот так импорт модуль не хочет только линк рель комплитер почему-то завис ну да линк рель комплитер ладно не понял ну окей давайте так сделаем да можно же вот так держать в конце концов ну да тут надо написать что-то типа кто помнит так я чё-то что-то я помогаете часть делал почему у меня вот здесь вот хорошо ну конечно им про . я зря сказал хорошо ладно я сдался уберем этот и нет к чертовой матери сделаем вот так да извините что-то я сегодня тупой вот сейчас я уберу лишнее значит что что при этом произошло да значит уберу этот дура скинь что при этом произошло у нас есть место где определяется этот самый data файл ну и datadir заодно вот и собственно main который выполняется только в том случае когда мы его делаем python минус m модул в котором написано вот буквально следующее что при этом что при этом хорошо хорошо то что теперь мы можем этот файл открывать это его полный путь это тот путь по которому ему доступен это путь который собственно мы и обозначили как путь лежащий рядом с нашим модулем ну в общем вот все довольно четко осталось только положить вот этот каталог data и файл калк .xt вместе с нашим модулем при упаковке и все будет хорошо вот извините что я так затупил значит продолжим дальше итак это был разговор про модуль ospath в количестве да там еще много всякого но это уже так сказать подробности работы с файлами с файловыми системами и совсем остальным вот самом модуле os есть несколько полезных функций которые в конце концов наверное сделаются бесполезными вот ну значит что есть интересно есть модули на верон который ходит к переменам окружения вас то есть мы можем программы на питоне управлять с помощью при определении переменных окружений точно так же как мы это делаем shell ну давайте посмотрим самый простой вариант значит вот сюда же поправим поставим где у нас мы вот мы значит сюда поставим чтобы тип типа импорт ос sky будет да и там сейчас я нарушу заветы заветы гвида ну что у нас там мартин object путин он все темпо гитонка есть вот ну понятно можно на на беру там холм написать да там с точкой ген рон холм как написано в документации вот посмотреть какой у нас холм да и там логин логинным еще чего-нибудь и допустим так мне интересно знать что будет если такой переменной просто нет непонятно а господи какая-то переменная управляющая ну допустим вар только вот так вот ну сколько это маппинг то бишь словарик да то мы пишем вот такой абсолютно бессмысленный бессмысленный текст естественно но тем не менее else здесь напишем что-то типа только не сюда сюда вот а если это если вар там был то пишем ос точка ген верон вар ну и какая-нибудь дата где вот как видите мы сходили к переменным окружения аж два раза мы посмотрели во-первых холм а во-вторых посмотрели наличие переменной вар вот как то так то должно работать ну ка естественно не что-то потопился конечно же вот здесь скобочку закрыл вот это холм это дата файл холм это дата файл теперь говорим вар равняется сто пятьсот и это холм и это вар а это дата дир вот вам пожалуйста управление программой на питоне с помощью переменной окружения причем передача значений переменной окружения внутрь легко и просто просто через слова все наверное тут хватит хватит уже издеваться над ос хотя тут есть а вот гетенф есть я зря сказал можно так было сказать без разницы ну всякие значит пиды уиды они конечно немножко unique специфичные вот и прочее 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 еще где-то был сис систем вот он ос систем и это очень простая модель для того чтобы запустить какую-то команду из командной строки давайте туда же это вставим раз мы тут все делаем ос точка систем д да тадам вот чем в чем недостаток ос систем почему я собственно хочу перейти к другому модулю по запуску процесса недостатка систем в том что нет никакой возможности проверить что все хорошо сработало а вот тут у нас возвращается по моему просто сайди ну-ка проверим нет это какой-то код ошибки давайте уберем я собрал есть возможность проверить что все хорошо сработало потому что у нас потому что у нас возвращается ноль или не ноль в зависимости от того что-то типа минус 400 какой-то 3 2 7 6 7 да короче возвращается ноль или не ноль в зависимости от статуса этой самой команды но ничего другого сделать нельзя нельзя например получить данные которые этот дейт произвел в качестве ну как запустить процесс короче нельзя сделать бэктик да вот бэктик так просто не сделаешь мы не можем написать как в шилле да а равняется там дэйт хотелось бы в питоне так тоже написать но нет на самом деле можно просто для этого используется другая функция сейчас покажу как для этого используется вообще модуль который называется subprocess вот который предназначен для кроссплатформенного запуска дочерних процессов прямо из-под питона вот это значит ситуация когда мы запускаем процесс ждем его окончания и что-то делаем с теми данными которые надо передать ему и которые надо запусекать запусекать поправлю хорошо спасибо запусекать вот торопился значит значит что-то делать с теми данными которыми которые мы передаем процессу и что-то делать с теми данными которые нам возвращает процесс то есть не просто что-то такое запустить там трава не растет а значит давайте отсюда давайте отсюда вендим потому что мы сейчас прямо из командной строки будем делать вот как бы попроще это сделать суп а процесс вот значит давайте одно из них уберем что такое модуль subprocess модуль subprocess он заменяет собой ос-систем который мы только что сейчас были вызвали и еще группу функций ос-спаун которые мы даже смотреть не будем потому что запросы их действительно заменят вот вместо ос-систем можно например использовать сопросто с рад вот давайте прямо скопипастим напишем что-то типа рез рез равняется вот эту всю фигню ну да блин если копипастить надо вот что при этом произошло эпс неправильно вот что при этом произошло значит запустился процесс фактически запустился экзек в вот вот единственное что в отличие от exeqvp в котором вот эта штука дублируется subprocess run просто запускает ls с вот такими параметрами да мы помним что экономистичный процесс вызываем exeqvp нам нужно указать сначала файл из которого запускается процесс потом его arg в 0 который равен имени файла из которого запускается процесс потом arg в 1 и так дальше а здесь мы просто пишем arg в 0 arg в 1 вот обратите внимание что subprocess run фактически 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 улучшенный ос-сис потому что ос-систем потому что он еще возвращает вот такие вот штуки например если мы скажем то у нас еще и возникнет exception вот причем да вот сопроцесс run мы можем заставить этот сопроцесс run вывести результат в файл вернее не файл а куда тут сейчас давайте посмотрим ага заполнить заполнить наш результат в том числе и вывезенными данными если мы скажем capture capture output да то мы этот сопроцесс run capture р вот обратите внимание что вывод никуда не ушел на самом деле он ушел он лежит в резе вот он std out и довольно прекрасно туда попадает этот вывод то есть мы можем сказать там print не сюда print res.stdout и получить ага обратите внимание что он байтовый это байтовая строка может быть мы хотим еще превратить ее в вот превратить ее в unicode питоновский такие дела понятное дело что поскольку это байтовая строка в смысле поскольку это непонятная операционная система мы ничего не можем знать про то что за output приехал от вызванной нами команды может быть он вообще двоичный поэтому никаких текстовых перекодировок в какую-то в какую-то конкретную кодировку мы делать не будем а получим байтовый строк а с ней что-нибудь потом сделаем ну например вот декодируем ее если мы знаем что это просто вот вам улучшенный вариант этого самого система который правда немножко по-другому себя ведет потому что он кидает exception причем разные exception обратите внимание здесь file not found при экзеке а если мы скажем вот так вот о смотрите все еще интереснее exception он не кинул потому что ls был найден вот а вот то что то что значит ls проделал в частности он весь stdr запихал нам в в res.stdr чё 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 стд я бы сказал смотрите как интересно вот то есть тем самым мы можем работая в питоне организовать некоторое подобие шелла гораздо более толстого в смысле синтаксиса то есть синтактического шума там будет гораздо больше ну потому что питон это не shell и даже не перл вот а может быть это и к лучшему потому что мы все-таки изучаем язык программирования вот соответственно да соответственно вот значит но можно и раз как это правильно сказать разложить вот эту операцию run на несколько составляющих вот сейчас найду это место там windows какой-то сейчас я найду примерчик чтобы было понятно как оно выглядит тут кстати есть еще специальная функция check output это которая практически полная систем вот а вот спопщупа вот смотрите мы можем по очереди запустить несколько процессов вот давайте прямо скопипастим отсюда по очереди запустить несколько процессов и объединить их вводы и выводы пайпами переводом ну как бы перенаправлением ввода и вывода и так далее ну например смотрите что здесь происходит давайте мы только его не так напишем а сначала мы запустим процесс который будет вводить ну основной да процесс 1 равняется как там subprocess точка pipe open извините и значит команду какую команду мы хотим запустить опять таки в формате в формате просто argv0, argv1, argv2 то есть execvp без первого формата вот без первого параметра без нулевого параметра виноват сейчас я какую-нибудь команду придумаю ну хоть бы ls ну нет ls плохая команда календарь мы любим программу календарь да вот и мы говорим что перенаправление stdout в неименованный канал в точности как при вот такой команде да команда календарь будет запущена ей будет открыт канал она кстати не будет запущена вот мы только подготовили ее к запуску запущена она будет когда мы скажем коммникейт вот то есть будет запущена команда календарь который будет чей stdout будет перенаправлен в неименованный канал из которого мы сейчас будем читать ну давайте ну не знаю p2 равняется там subprocess .popin команда ну скажем hexdump мой любимый с ключом минус c естественно вот а здесь надо сказать ему следующее что stdin у него это p1 . std только тут запятая то есть мы объединили вход процесса процесса hexdump с выводом процесса cal вот с его stdout и в свою очередь его stdout это тоже pipe потому что мы из этого pipe хотим прочитать если мы это не укажем сейчас это вывалится на экран а мы хотим это еще и прочесть еще где лишняя скобочка вот вот у нас есть процесс p1 вот есть процесс p2 интересно можно в него что-то узнать нет нельзя потому что это по open просто ну можно наверное cal пожалуйста шикарно вот мы можем узнать даже что это за процесс таки мы собираемся запустить вот теперь мы говорим ну все значит а мы закрываем у p1 stdout зачем интересно а чтобы он был закрыт сейчас у нас ситуация такая что p1 читает сначала выводит сначала в stdout потом в тот если у нас p2 например умрет то p1 будет писать нам ну давайте закроем вот все теперь можно процессы запускать собственно я прямо скопирую отсюда что означает эта строчка означает строчка что давайте так напишем рез дорогой p2 запускайся читай свой ввод с p1 отработай он отработал вот смотрите в результате у нас нулевой нулевой элемент этого тюбля это собственно вывод сейчас мы его напечатаем по-человечески а первый элемент не помню что ну там там как видите два но наверное ошибка а может быть а может быть это стдер вот что то есть это наверняка стдер это стдаут а то и стдер мы получили парк хотя нет нет я просто стдер не направлял извините соврал ну неважно надо документацию читать посмотреть что там коммуникейт этот делает давайте посмотрим что то я вам соврал это нехорошо что он возвращает это не то место вот а нет все так стдер ну хорошо ладно так ну что давайте напечатаем наконец то есть хитстер print что там у нас рез нулевое точка декор ну потому что оно было бинарное ну в смысле как бинар binary string а на самом деле мы хотим чтобы это был обычный стринг чтобы принтом его красиво напечатал вот он красиво напечатал хитстер нашего календаря обратите внимание значит все такие дела то есть мы можем мы можем эти процессы запускать ну как бы насоздавать и сделать из них конвейер как это делается в шейле ну только чуть более долгим путем мы можем посылать им сигналы мы можем их останавливать еще не успев значит пока они не успели отработать мы можем сдавать их pin и управлять с помощью систем управления процессом ну и так дальше вот в винде есть какой-то эмулятор эмулятор этого всего безобразия то есть в отличие от там system linux only функций os модуль subprocess достаточно кросс-платформный чтобы все это работало ну везде где есть питон хотя вот видите у винды есть отдельные параметры создания процесса ну и так дальше вот что еще да собственно все да коммуникейт и вперед да если мы хотим чтобы несколько процессов общалась друг с другом то вот пожалуйста мы заводим эти процессы они потом ходят к разным к разным к разным к разным выводам вот и это что касаемо запуска процессов скажем так одного что делать если мы хотим запустить запустить сразу несколько процессов прежде прежде чем прежде чем перейти к этой животрепещущей теме про которую мне есть что рассказать правда недолго я бы хотел остановиться на одной такой забавной задачке которая с одной стороны бессмысленная а с другой стороны часто встречается в жизни задачка следующая у нас есть два файла на питоне надо из одного файла на питоне запустить другой файл на питоне ну давайте прог 2.py и она будет просто делать print в куку print в куку вот эту самую программу на питоне надо запустить с программы прог 1.py причем не как модуль потому что мало ли что да может быть и как модуль ее нельзя импортировать вот потому что ну ну вы представляете да всю эту мороку значит надо как-то сделать так чтобы python path знал что это место значит что отсюда надо импортировать модуль он бы ее заимпортировал вот это тоже можно но это некоторая морока мы хотим это сделать по-другому мы это хотим сделать через операционную систему то есть запустив интерпретатор питона который бы выполнил вот этот файл мы путь к этому файлу знаем мы теперь даже знаем как ну например самый простой способ мы знаем что наш файл прог 2 лежит рядом с файлом прог 1 с нашим файлом вот этим поэтому мы говорим о ос импорт ос естественно как обычно мы говорим что там файл а да нам может быть ос не нужен файл ос path дирнем от файл ну и допустим ос . . join join чего там прог прог 2 . вот это у нас значит программ прог 2 давайте проверим что это работает но это работает мы это уже делали вот вот теперь надо прог 2 запустить как его запустить его нельзя взять экзек прог 2 ну например в некоторых операционных системах это не заработает если этот прог 2 не экзекют был в линуксе например вот кроме того фиг его знает как он заработает если он экзекюта был лучше бы запустить тем же питоном чем которым мы запустили наш питон в смысле наш этот самый интерпретат ну вот давайте так и сделаем запустим его тем же питоном я сейчас не вспомню наизусть но я думаю что это где-то в модуле сис 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 . эм нет экзекютабл вот оно модуль сис у модуля сис есть прекрасная штука под названием экзекютабл который и есть тот интерпретатор питона который в данный момент исполняет наш файл поэтому мы делаем еще импорт сис еще говорим импорт скажем субпроцесс чтобы не использовать ос систем да а использовать что-нибудь такое более более ну ран например да и говорим это убираем значит python равняется сис .executable и наконец subprocess .run python python и нашу программу .p в качестве и параметра да значит там по моему надо в квадратных скобочках описать python прок 2 мне кажется этого достаточно . . . . . . . . . Понятно Да шо ж такое-то SuvProcess Тороплюсь и сплю Надо не спать, но и не торопиться Вот Все, пожалуйста Один процесс вызвал другой, другой закуковал Такая, я же говорю, неожиданная задачка Которая, с одной стороны, вроде как не нужна Потому что, когда мы делаем модуль Мы можем просто взять и поимпортить соседний сабмодуль Как я это пытался сделать И, собственно, сделал в предыдущем примере Но нет, если нам действительно надо запустить программу на питоне И сделать это системно-независимым способом То вот, пожалуйста, здесь у нас Совершенно-системно-независимый способ Мы знаем, где лежит наша программа Мы добываем от нее Путь Возможно Возможно Может быть, ему еще realpack надо было сказать Но это совершенно не обязательно Потому что, если наш файл доступен по этому имени То соседний файл будет доступен по похожему имени Вот Дальше мы узнаем им питона И дальше мы запускаем, собственно, сапмодульс Пожалуйста Там можно дальше извращаться Перенаправлять вывод Ла-бла-бла Но это уже, как бы, детально, технически Следующий акт морализованского балета И это, собственно, параллельное выполнение Нескольких Кусков кода на питоне Вот Значит, что я знаю? Я знаю Во-первых Что в питоне Очень неэффективно работают треды Есть модуль трейдинг Который позволяет Ну, знаете, что такое треды Треды Это Несколько потоков И выполнения программы В одном адресном пространстве Треды В питоне есть Они Поддержат Всю Машинерию Работы с тредами Семафоры Блокировки Массовые блокировки События Таймер Эти самые Барьеры Барьеры, когда у нас есть Вы говорите wait А ваш wait ждет не только Один процесс Но и все процессы Из группы процессов И только когда все скажут wait Тогда они отвалятся Потому что выяснится, что все уже закончили Вот И всю вот эту вот машинерию На питоне Она реализована За исключением того, что питон Принципиально однотредовый язык Соответственно Если вы делаете что-то в треде У вас С помощью модуля трейдинг У вас Ничего параллельного выполняться Не будет Не так Соврал Значит Что у вас будет выполняться Условно говоря параллельно Если вы используете модуль трейдинг Input output У вас будет выполняться параллельно Потому что input output Это очень медленная штука И в тот момент Когда у вас Один из потоков Висит На Ожидает Окончание Ввода Вывода В это время Соседний поток Может работать И собственно Ради этого тред Это и существует Но Вычислительную работу То есть Ситуацию Скажем так Когда ваши все треды Висят на вводе Выводе Или еще на чем-то Ждут Спят Извините Не висят Спят Спят на вводе Выводе В каждый момент времени Может работать Один какой-нибудь тред Который На вводе Выводе Не спит Но если у вас Все треды Вычислительные То в питоне Будет работать Только один Такая фигня Почему так? Потому что Есть такая штука Как Гил Global Interpreter Log Interpreter Что такое Global Log? Global Log Это как раз Строгое Требование К Программе Чтобы В каждый момент Времени Одновременно Даже несмотря Наличие многих ядер В процессоре Одновременно Выполнялся Ровно один Ровно один Тред Ровно один Поток Выполнения Переключаться Между ними Можно Но когда вы Переключитесь С треду Номер 3 На стред Номер 10 Будет выполняться Стред номер 10 А тред Номер 3 Перестанет Выполняться Такая вот засада Есть прекрасная Статья на Real Python Есть ее Даже где-то Перевод Вот Вот есть перевод На Тепрогер Ну в общем Кстати не очень плохой перевод Но Возможно Real Python В смысле Исходная статья Исходнее Вот Идея Наличия Гила В питоне Стоит в том Что Во-первых Когда питон Только придумывали Были системы У которых вообще Не было никаких тредов И все это Все равно Приходилось делать На питоне И моделировать И вот это все А во-вторых И это главное Ну вот тут кстати Есть прекрасный пример Что вы пишете Многопоточное приложение Запускаете его В два треда Оно работает Слегка медленнее Чем в один Видите Вот А во-вторых И в главных На самом деле Треды Не такое уж И легкое Окружение По сравнению Ну скажем С порождением Полноценного процесса Зачем вообще Придумали треды Треды придумали По двум причинам Причина первая Что Порождать Новый процесс В системе Особенно Если вы собираетесь Делать тысячу раз Миллион раз В секунду Полноценный процесс Особенно процесс В виде форка В Позекс Композимом Системах Который Полностью Копирует Форк Полностью Копирует Дочерний Родительский Процесс Передает ему Скопирует Его окружение Потом вы еще Должны сделать Экзек Ну вот это Вся ерунда Ну Экзек Необязательно Если вы Не собираетесь Но в любом случае В любом случае Порождение Процесса Довольно Тяжелая Операция Вот Это первое И мы хотим Сэкономить На Порождении Процесса В частности Например Сэкономить Поскольку Поскольку У нас Оба треда Работает В одном и том Жадостном Пространстве Сэкономить На Переключении Контекста Чтобы Кэши У нас Не выгорали Вот такое Это первое Зачем Нужны треды И второе Зачем Нужны треды Это когда У вас Оба ваших Потока Используют Используют Какие-то Совместные Данные Желательно На чтение Конечно Потому что На запись Там начнутся Блокировки Блоки Вот Это вся Фигня Вот То есть Если ваш Алгоритм Написан Таким образом Что Данных До хрена Эти данные Надо использовать Многим тредом Одновременно И при этом Нет никакой Возможности Делать это Разделение Ну скажем Передавать Эти данные От одного Процесса Другому То естественно Вы используете Вот Ситуация номер один Для питона Не настолько категорична Потому что Порождение Треда Порождение Вообще Неймспейса Переключение Между Неймспейсами Это очень тяжелое С точки зрения Ну скажем Сравнить Если ее С Переключением Из одного Контекста Выполнение Другой В системе Операция Поэтому По сравнению С переключениями Внутрипитоновскими Интерпретаторами Переключение Между процессами Ненамного Медленнее Чем Переключение Между трендами Так что Эта проблема В общем Не стоит А вот Проблема Совместного Использования Данных Стоит Но вы Например Можете В том же Винуксе Воспользовать Shared Memory Взять Shared Memory Object Расшарить Между всеми Процессами И отлично Читать Из общей памяти И даже Писать В эту память Используя Все те же Самые Семафоры Только Между Процессами Трейзинг В питоне Работает Медленно Почему Все таки Он так устроен Почему Взяли И не выбросили Гилл Испиток Да потому что Он все равно Б работал Медленно А если бы Вместо Гила То бишь Глобального Лока На тренда Ввели бы Какие-то Блокировки Ресурсов Защиты Проверку Этой защиты Короче говоря Настоящий Трейзинг Ввели То все Начало бы Работать Еще медленнее Да Трейд Стали бы Работать В параллель Но исходный Сам код На питоне Стал бы Работаться Медленнее Потому что На все Вот эти Ресурсы Которые Требуют Огорода Потребилось Бы специальное Достаточно Много кода Которое Огораживает Тем более Что Повторяю А С точки зрения Питона Нет особой Разницы Между Трейдами И Мультипроцессингом Про мультипроцессинг Мы сейчас Поговорим Б Если вам Очень хочется Писать Многотрейдовое Переложение Скорее всего Будет писать его Не на питоне Как раз А на каком Нибудь Сиси Плюс Плюс И там Будет много Трейдов А если питон Вы оформите Библиотечку Дерните Приложение Получите Данные Всем Хороше Вот такие дела И это Что касается Трейдинга И Глобального Глобальной Блокировки Наспреда Которая В питоне Есть И видимо Будет Видно Как-то На этот счет Не выражался В сторону Что Надо Что-то Менять Как я уже говорил В питоне Есть специальный Модуль Малтипроцессинг Когда у вас Много-много Однотрядовых Интерпретаторов Питона Которые работают По вполне себе Такому Позиксовому Принципу Вы форкаетесь У вас вместо Одного питона Становится Два Потом Все данные Копируются И дальше По мере Работы Этих Двух Разных Потоков Они По-всякому Друг зубом Могут Общаться И вот Этот самый Малтипроцессинг Если не считать Того Что Копирование Ресурса Питоне Это В принципе Операция Которая Чего-то Достоит Отлично Шикарно Работает Сейчас мы Попробуем Написать Даже Какой-нибудь Более-менее Разумный Код Который Все это Демонстрирует Значит Что можно Делать С помощью Мультипроцессинга С помощью Мультипроцессинга Можно Запускать Отдельный Процесс Вот А потом Ждать Пока Он Закончится Значит Что это за Процесс Это Именно Форк Самого Питона То есть Мы Запускаем Два Процесса Вместо Одного Они Совершенно Одинаковые То есть Та программа Которая Выполняется Она Выполняется Просто Один из Них Значит Вот Смотрите В одном Из них Выполняется Функция Фу Например А в Другом Нет Вот Она Стартует И Работает Вот Значит Мы можем Например Создавать Некоторые Очереди Из этих Процессов Которые По очереди Там Выполняются И пока Они Выполняются Мы Ждем Вот Мы Можем Допустим Вводить Какие-то Блокировки Которые Между Ними Выполняют Синхронизацию В общем Вся Та же Машинерия Читайте Да Кстати Вот Например Можно Использовать Шарит Мемори Причем Шарит Мемори Очень Прозрачный С точки Зрения Процесса Малтипроцессинг Он просто Называется Вэлью Иэррей Вэлью Это Одна ячейка Памяти Шарит Мемори А Эррей Это Целый Массив Ну Точнее Как Массив Массив Да Массив Шарит Мемори Причем Обратите Внимание Типичный Птичь Язык Гвида Тип Вот Значит Тип Интеджер Да И Массив И Вот По такому Массиву Мы Можем Скакать И Разделять Причем Как видите Он еще И Они Наридрайт Эти перемены Да Их можно Их можно Писать В соседнем Трейде Составали Стартанули Подождали Пока Сонечка Старт Джойн Расфоркались Джойн Слились Обратно Подождали Подождали Конца Этого Процесса Мы могли Здесь Зафоркаться Что-то еще Поделать А поджойнить Только потом Когда процесс Уже Закончил Все уже Додел Например Вот Что будем Писать Такой пример Ну давайте Попробуем Значит Надо еще Сказать Какой-нибудь Пол ему Чтобы он Чтобы он Проверял Можно ли Что-то Прочесть Оттуда Да Это Коннекшн Сейчас Стойте А Это более сложная схема С серыми клиентами это когда наш процесс работает и что-то такое в этот коньякшен вписывает а мы оттуда его вынимаем это фактически тсокет хотя нет, тут написано, что это pipe там есть send receive в этот коньякшен, через него мы пишем не будем это делать, потому что я хочу сразу перейти к другому, но чувствую, что надо еще про это рассказать сейчас давайте какой-нибудь простой пример напишем как, как, как сейчас, секундочку это q, я хочу проверить как, вот, вот вот, 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 вот start join давайте попробуем значит, допишем программочку вот, которая будет запускать наш процесс где он тут? ну, вот тут вот а, вот это pull ну, вот pull-то я как раз покажу нет, я хочу я хочу пока что самые простые вещи да start join what давайте from полнспайсик импорт процесс да значит дев sub вот число номер да давайте еще здесь сделаем import time здесь time.sleep отлендер ну и собственно нам больше ничего не нужно сделать так нет, давайте напишем в конце концов здесь напишем start print start print start а здесь напишем print end print end вот значит этот процесс на самом деле ничего не делал он бы мог считать он мог еще что-то делать у нас несколько ядер поэтому он будет делать на соседнем ядре ну, главное ну, процессора но главное, что он что-то делает да ну, вот давайте, значит создадим этот процесс да передав ему ну, скажем пускай он 5 секунд ждет да вот так стартуем его и подождем пока он закончится вот это вот простейший пример который переписал из документации вот он запустился мы его ждем мы в этот момент его ждем давайте вот так вот лучше сделаем давайте мы напишем no wait какой-нибудь что это было? вот смотрите когда я сказал join я его запустил вот когда я сказал join он стал ждать в это время кстати, обратите внимание что no wait выполнился раньше чем вот этот старт пока мы порождали процесс пока мы загружали интерпретатор пока что пока то этот старт уже отработал я уже написал print no wait в принципе это race потому что вполне возможно и обратный порядок действий если наш процесс запускается быстро а здесь что-то происходит еще такое то этот no wait может оказаться позже ну давайте попробуем допустим вот здесь вот допустим мы что-то в это время еще вычисляли и потратили на эту целую секунду видите, да? старт уже запустился через минуту мы сказали no wait еще через 4 секунды он сказал jentender вот такая картина теперь давайте вместо того чтобы сделать join давайте мы проверим его работоспособность да? а потом уже только с ним заджойнимся какой-то is alive я думаю да? давайте попробуем значит по-первых сделаем тут побольше хотя какая разница в while вот этот самый pay the life вот так и вот так понятно понятно что произошло мы проверяли что наш наш процесс все еще работает 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 отработал выше в чем фишка в чем мне не нравится в этой картине а как мы результаты работы вот этого процесса получим он что-то напечатал но нам-то нужно чтобы он что-то вернул нам чтобы мы что-то такое обработали давайте посмотрим например он может это делать через разделяемую память как видите вот а может и что-нибудь возвращать я думаю короче говоря мы можем общаться с нашим процессом с помощью любых межпроцессных взаимодействий очередь разделяемая память сокет pipe все что угодно вот давайте что-ли pipe мы напишем время у нас есть есть давайте pipe напишем значит что мы при этом мы передаем процессу pipe может быть два в один он должен писать из другого читать хорошо сокет конечно передать вот есть сокеты да есть сокеты а вот вместо сокета как раз коннекшен вот вот значит сейчас это просто pipe я хочу коннекшен ну давайте тут они все через pipe делают ну и ладно pipe type pipe в общем давайте что-нибудь туда передадим слушайте это не какие-то странные эти pipe они двунаправленные это не pipe нифига смотрите он туда передает получает а потом обратно передает получает вообще давайте попробуем больше на сокет похоже я думаю что это какой-то кросс-платформенный фигурен ну давайте попробуем значит что мы должны сделать мы должны передать ему одну пару из этой пары вот получить оттуда данные нумбер равняется что там con.recibo recibo ну просто recibo да вот и что-нибудь вернуть con.send ну какой-нибудь ерунду только нумбер тут он получает список да или как какого типа объекта мы ему передаем произвольный давайте посмотрим обжиг любой объект любой объект шикарно супер я мне нравится мне нравится модуль сопротив да значит ну допустим ну не знаю там time минус 1 только не time а нумбер теперь мы делаем start да мы делаем start ждем 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 только сначала туда шлем p не p нам нужны pipe еще да мы должны мы должны еще pipe вытащить из него да где там примерчик вот import pipe pipe так у нас есть еще время у нас вроде есть у нас есть еще время отлично так 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 именно значит должны создать этот pipe asb tb ну in нет in это плохая штука in out тоже нет хорошо скоб b равняется pipe да здесь передать ему а здесь ему сказать b.send что мы сказали мы хотели сказать ему сколько ждать ну например 5 секунд ща а вот тут вопрос мы наверное хотим здесь мы не будем уже тогда так делать потому что это синхронизация допустим на wait вот b.res и это у нас будет рез результат вот как-то так процесса процесса о что произошло мы запустили подпроцесс передали ему в качестве параметра что-то что в терминах модуля subprocess называется pipe а в действительности по моему является сокетом или каким-то комбинацией pipe потому что как видите он двунаправленный вот мы передали туда произвольный питоновский объект вот здесь например они передают список который просто за это самое как это запиклился он просто запиклился и передался туда ой там моя башка вот значит он тут распиклился это оказалось целое число он подождал это самое целое число вот вернул обратно через этот же как бы pipe возвращаемое значение вот мы его тут получили и в этом месте мы собственно висели ждали потому что он должен был все это что-то прислать вот ну и собственно схлопнули этот процесс и все заработали единственное что меня в этом в этой теме смущает что мы не можем да наверняка можем пол конечно последнее что надо сделать мы сейчас вставим вместо ожидания вместо ожидания путем зависа вставим ожидание наличия данных while b.pol timeout в чем измеряется in seconds ну хорошо значит это одного подождать секунду только нод да воу совсем хорошо мы проверяем нет ли в нашем пайпе как бы пайпе входных данных в это время мы можем что-то делать пока их нету потом мы смотрим ага к нам подъехала какая-то сообщенька получаем эту сообщеньку вот принимаем решение что в этот момент надо процесс закрывать дожидаемся закрытия процесса саппросес путем джойна после форка и заканчиваем работу вот пожалуйста ну понятно сколько угодно их можно там запустить этих процессов не обязательно найти и последнее что я хотел сегодня рассказать у нас как раз еще целых 10 минут это об универсальном интерфейсе который позволяет собственно ради которого я на все на все это и наступал свое время и всем этим занялся это об интерфейсе который позволяет распараллелить наконец-то ваше вычисление в том случае если они уже распараллели разумеется то есть если у вас есть несколько вычислительных задач и несколько ядер процессора то с помощью модуля мальтипроцессинг вы можете запустить несколько этих задач на нескольких ядрах процессоров параллель собрать результаты ну и завершиться более того допустим этих задач у вас ну не знаю 100 а ядер в процессоре разумеется меньше вот на моем это 12 вы можете запустить создать такой пул засандалить в него все ваши процессы но сказать дорогой мальтипроцессинг у меня тут у вас тут 12 ядер пожалуйста не запускай больше 12 а лучше 10 по 10 скажем так следи за тем чтобы твоих много твоих одновременно запущенных заданий было 10 штук джобов когда одно закончится запускай следующее и дождись пока все кончится вот этот интерфейс я использовал реально в реал лайфе я вообще его применяю это такой ну смотрите написал неэффективный алгоритм ну или используешь неэффективный алгоритм например расстояние Ливенштейна вычисляю почему бы не убыстрить работу программы в 10 раз в 10 потому что у меня 12 ядер на компе и соответственно а если запустить на хорошем компе в большее количество раз вот взял обмазал это мальтипроцессингом фига все самое работать в 10 раз быстрее и гудеть в 10 раз громче кстати вот давайте найдем это место с пулом и мы его вот мы его вот вот смотрите нет давайте новый напишем напишем новый значит у нас будет функция общая которая собственно исполняет роль нашей вычислительной функции какая-то у него будет один параметр это число и в действительности она ничего не будет делать она просто будет ждать вот это самое число так же как мы это делали как мы это сделали раньше нет давайте так импорт да мултипроцессинг еще импорт тайм сделаем так же как раньше она на самом деле ничего не считает это в моем случае она считала а здесь просто сделаем тайм точка слип это слово тайм было если кто не заметил ну допустим вот оно должно кажется еще что-то возвращать если мы если мы выделяем пул то оно должно еще что-то возвращать ну давайте оно будет возвращать что он будет возвращать ну тайм а давайте даже нет ну давайте return time пускай вот это наша бессмысленная бессмысленная подзадача которую мы будем помещать в пул она будет давайте она еще будет что-нибудь печатать print print n двоеточие ну и вот так и у нас будет такой n равный нулю это номер задачи глобальный напоминаю что мальтипроцессинг работает по принципу fork то есть когда мы форкаемся у нас просто две одинаковые программы работают параллельно а дальше они сами выясняют хорошо ну собственно в случае питона они даже не выясняют питон за нас вызывает конкретно вот эту процедуру процесс нужными параметрами и там оно работает вот а значит ща я подгляжу как я это делал как я это делал в программе сейчас секундочку вот мы создаем пул давайте значит мы создаем пул это есть та самая очередь точнее даже не очередь а окно задач в котором будет запускаться ровно n процессоров скажем сколько вот давайте посмотрим там кажется надо это указывать руками иначе будет ровно 12 давайте мы сделаем не 12 процесс сезда вот сделаем их 10 значит по умолчанию у вас создается пул адекватное количество ядер вашей операционной системе доступа у меня их тут 12 сделаю 10 ну просто ради интереса вот значит создаем пул и говорим да создаем теперь создаем список создаем список заданий значит пускай у нас будет просто случайное ожидание всех тех самых случайное ожидание там от единицы до n до 5 допустим да ну так и так и напишем random дом rand int это слово randint если кто не понял от единицы до 5 for и range ну допустим sys int sys вот даблинский хрен давайте не так сделаем давайте вот это сделаем сейчас n же нет зря это сказал вот так а n это у нас будет тогда ну допустим мы не знаю там 7 или 10 нет пускай быть 7 if len от sys rgv меньше 2 else int от sys .rgv 1 вот это значит количество заданий которые мы будем запускать по умолчанию c я вангую что они будут работать ну 7 раз быстрее вот как это кстати узнать а мы это сейчас узнаем и тогда здесь просто n ну на самом деле это мы увидим невооруженным глазом да 7 заданий которые каждый каждый из которых ждет сколько-то времени они будут выполняться довольно быстро а не в 7 в описании чего а я перепишу если вы опять говорите про то что я неаккуратно оформил название ролика я его переделаю не волнуйтесь вот значит ну чего и дальше мы собственно запускаем вот и все мы говорим res и это будет список возвращаемых значений нашей функции pull.map функция pros на данный тата ну и print значит что сейчас будет происходить сейчас создастся по умолчанию значит 7 элементов данных которые будут придут к тому что наши под программы вернее под процессы мы создадим pull из 10 процессов эти под процессы будут выполнять вот эту функцию каждую свою со своими параметрами давайте мы еще напишем print звездочка дата вот их будет запущено значит их будет запущено 7 штук и соответственно я вонгую что примерно за 10 секунд все закончится потому что максимальное значение 5 секунд ну вот сейчас мы все увидим вот видите сразу запустилось 7 процессов все все оказалось быстрее было запущен процесс который ждет 3 секунды другой который ждет 3 другой который ждет 3 другой который ждет 2 вот другой который ждет 1 а потом еще парочку там еще не закончилось не закончилось вот их запустилось 7 давайте мы что ли ну то есть тут все нифига не понятно а вот что давайте мы не так сделаем давайте мы не так сделаем мы сейчас передадим туда объект вот такой здесь сделаем такую парочку и посмотрим что получится и здесь напишем принт что не понял а понятно ну хорошо что-то я не понял ну ладно пора заканчивать видно ну да что-то я сделал короче извините во вот запустилось 7 процессов сейчас еще 3 доработают давайте дорабатывайте чуть я не понял кого мы ждем так погодите произошла какая-то фигня сейчас мы а нам этот пул кажется надо закрывать сейчас давайте посмотрим нет не надо пул мап и все и все хорошо все должно заработаться что-то я торможу братцы давайте с этим разберемся на этом закончим значит по идее они должны были запуститься в количестве 7 штук ах ты господи я тормоз их же их же да их же 10 все так единственное что непонятно почему он почему у меня завис на выходе по идее я соврал у нас процессов у нас пул из 10 процессов а их всего их всего 7 они отработали за 6 секунд понятная идея вот если мы сейчас запустим их допустим там их 10 допустим 30 вот ведь что происходит когда очередной процесс останавливается эта штука вот и все эта штука запускает нужный следующий процесс давайте мы еще напишем напишем вот здесь вот чтобы было понятно двоеточие сколько секунд ждать вот ну в общем я думаю уже идея ясна и так мы взяли взяли 30 процессов эти 30 процессов каждый из них выжирает разное время от 1 секунды до 5 вот что что я делал не так а f еще он мочит скобочка вот запустилось 10 процессов потом еще и потом значит по завершению очередного процесса у нас запускались остальные в конце концов система дождалась завершения последнего и сформировала нам блок результатов с точки зрения программы это выглядит абсолютно прозрачно смотрите у нас есть просто функция которая что-то вычисляет и что-то возвращает создается пул создается блок входных данных дергается один раз вот этот мап забирается плохо выходных данных все все расплавили окей значит на этом собственно все запусякать поскольку никаких вопросов кроме замечаний относительно моей скорописи по названию данного стрима не возникало то видимо вопросов нету вот если я соберусь то в следующий раз я поговорю как делать мосты между питоном и си то есть если вы хотите включать ваш проект что-то написанное на си то это можно сделать довольно легко у гвида офигительное руководство как-то это делается ну в общем если успеем если у меня хватит времени на этом собственно все